Привет, девчонки! Сегодня я вам хочу показать, как я избавляюсь от желтизны на своих волосах. Я нашла два способа. Два способа довольно-таки очень простые. Первый способ – это краска. Я вам покажу, какую краску я использую. А второй способ – это бальзам. Я вам расскажу, как же я его использую. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Девочки, я нашла для себя обалденную краску для волос. И сразу оговорюсь, что это никакая не реклама. Просто я использовала очень много красок, и мне ничего не понравилось. Все краски у нас с аммиаком, а если даже без аммиака, мне не понравился результат. В этих красках мне понравился результат. Мне понравился результат как цветовой, то есть оттенок, который дают эти краски, так и качество моих волос. Я почему говорю во множественном числе краски, потому что у меня несколько оттенков. Первый – это вот этот ярко-розовый. Девочки, честно говоря, я его еще не использовала. Я в замешательстве использовать его таким ярким или все-таки развести его с бальзамом, чтобы он не был такой ядерный. Не знаю, еще не рискнула. Второй оттенок у меня нежно-розовый. Девочки, он реально обалденный. Он не дает пошлого розового цвета, он дает такую нежную розовинку на осветленных волосах. Классно держится. Производитель уверяет, что он смоется через 4 мытья. 4-8 в зависимости от того, насколько у вас белые волосы и насколько яркий цвет получился. Но у меня он смылся, наверное, да, через 4 мытья уже где-то смылся. Ну и вот этот ядрено-фиолетовый цвет, именно вот этот ядрено-фиолетовый цвет идеально съедает желтизну. Но, девочки, конечно, я не использую краску вот в таком виде, потому что это было бы по меньшей мере странно. Я этот фиолетовый цвет разбавляю с любым бальзамом или краской по желанию, для того, чтобы он не был таким ярким. То есть я добавляю совсем немного краски и разбавляю его с бальзамом или с маской для волос. Смотрите на ваше усмотрение, что вам больше нравится. И довожу до нежно-сиреневого цвета. Когда я вижу бальзам нежно-сиреневый, я наношу на волосы. Господи, ветер, все волосы в лицо. Я наношу этот сиреневый бальзам на волосы, держу примерно 20 минут, смываю. И желтизны на волосах как не бывало. Волосы такого нежно-бело-сиреневого цвета. Очень красивый цвет получается. Так что если кто-то ходит мимо вот этой краски, смотрит и не знает, нужна ли она ему, девчонки как тонирующее средство для волос обалденное. Не сжигает волосы, потому что тут нет аммиака. Волосы такие напитанные, увлажненные. Мне очень нравится. Но это первый способ, назовем его самый простой способ. Второй способ, это обычный сиреневый бальзам для волос. Я вам не буду рекламировать. Я просто схватила первый попавшийся, это был Матрикс. Также у меня есть Лореаль. И вообще их огромное-огромное разнообразие и количество. И выбор безумный. Я хочу отметить, что цена здесь не играет никакой роли. Как же я использую? В одном из своих видео я рассказывала, как восстановить поженные, не увлажненные волосы. То есть на грязные волосы я наношу бальзам. Ношу минимум 30 минут эту смесь на своих волосах. А в идеале я ношу эту смесь, наверное, часа-два. Просто заплетаю волосы в косы, чтобы они мне не мешали. И так с ними хожу. Вот. И в один прекрасный день я решила использовать вместо обычного кондиционера, кондиционер фиолетовый. Решила провести такой эксперимент. Девочки, насколько же было мое удивление, когда я смыла волосы и ушла вся желтизна. Мало того, что волосы стали напитанными и увлажненными, но то, чего я и добивалась, еще плюс ушла желтизна. Поэтому те, кто неоднократно покупал кондиционеры, фиолетовые кондиционеры, использовал их в процессе мытья и не получал никакой результат, девчонки, результат есть тогда, когда вы держите на волосах его минимум полчаса. Ну вот и все, мои дорогие. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать и поделиться своими находками и открытиями. Если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока!